пчелы взлетают как видно они собирают пыльцу уже достаточно тепло для этого у меня стоит 5 кормушек пчелы занимаются ими а мы делаем первый обход оцениваем семьи и даем им подкормку если нужно то медовые рамки семьи выглядят слабыми мы отмечаем много средних но они сохраняют целостность клуба поэтому я оптимистично смотрю на ситуацию ник держит два улья и в одном из них я насчитываю 1 2 3 4 5 6 рамок 6 с половиной а в соседнем тяжелее посчитать здесь 1 2 3 4 5 6 7 но пчелы занимают только половину улья я помечу его как средний а этот сильный он будет очень хорошо расширяться правому понадобится больше времени большинство моих ульев находится в таком состоянии может быть чуть слабее с клубом размером с баскетбольный мяч есть потенциал и эти семьи вырастут у этих еще больше потенциала улья выглядит достойно они конечно меньше чем я привык я помечаю их как средние есть и большие улья сильные они начали уже страдать от голода мы срочно даем им меда нужно спешить обеспечить эти семьи кормом сегодня должно быть 20 градусов пчелы точно сделают облет они пользуются кормушками с сухой подкормкой мы будем сегодня оценивать состояние семей и давать им лепешки мы уже оценили где-то 500 600 ульев разные дни разный взгляд замечено больше потерь чем вчера не полностью мертвых но с тремя и меньше рамками с пчелами думаю около 20 процентов им просто не хватило времени но остальные в нормальном расположении духа и берут максимум от этого прекрасного дня так что мы займемся этим и дадим еще сиропа поскольку в основном пасека в хорошем состоянии но пчелы нуждаются в жидкости мы осмотрим положим лепешки проведем обработку и наверное поставим ведерные кормушки это плохой случай эти семьи умерли из голода этот уле умер в этом всего две рамки с пчелами в этом наверное полторы рамки одна рамка здесь этот умер я думаю причина в старых матках довольно большие потери вот что я вижу здесь у меня нет с собой дымаря так что пчелы немного раздражены здесь находится хорошо выглядящие семьи сейчас трудно сказать но пчелы занимают большую часть межрамочного пространства здесь 8 рамок с пчелами а в этом всего три это один из самых слабых что я вижу пчелы сидят на двух трех рамках и рад видеть такие большие они полны пчел здесь обсижено восемь рамок а здесь три 1 2 3 я не вытряхиваю эти семьи здесь еще одна семья на трех рамках потому что иногда эти семьи могут очень хорошо восстанавливаться видно две-три рамки с пчелой я считаю их как потери хотя они еще не обязательно потеряны но они под угрозой в этой вероятно восемь рамок они сверху донизу покрыты пчелой эти сильные семьи я помечаю синим цветом а слабые такие красным вот собственно то что я наблюдаю я сейчас процессе перевозки ульев с этого огромного весеннего тачка однолетние и сейчас я буду погружать улья которые были помечены как средние и те которые помечены как сильные а на слабые улья как этот у меня нет времени это значит что я оставлю их здесь я сгруппирую сильные и средние семьи вместе и вывезу отсюда и так с этого поддона один улья останется с этого один с этого один я думаю вы поняли принцип то есть я беру сильные семьи с собой а слабые оставляю здесь и сейчас пчелы уже занимаются сбором пыльцы и нектара и когда я заберу сильные семьи вернувшиеся пчелы немного усилят слабые но это никак не повредит сильным семьям вот собственно чем я займусь но это не так Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Я загрузил ульев на два тачка, но забыл снять свой контейнер для сиропа, и на третий не хватило. В любом случае, вот так выглядит моя весенняя пасека. Это слабейшие семьи. Мы займемся ими в выходные, выявим, какие из них жизнеспособны. Нам предстоит много работы. Выберем день попрохладнее, и попрошу ребят заняться погрузкой. И вывести большую часть этих ульев на летние тачки. Машину с семьями я припаркую рядом с домом и вывезу их ночью.